Я не люблю таких слов, сильных катастроф. Иностранцы стали косо на меня смотреть. Если это человек высокого полета, то его не нужно удерживать. Вопрос в том, как сделать так, чтобы он регулярно возвращался. Когда станет понятно, что защита от угроз привела к тому, что некому создавать value экономическое, то пирамида качнется в другую сторону. Конечно, я далек от мысли, что Китай нам поможет или Индия нам поможет. Сказать инновации стой раз-два, начинайся раз-два довольно сложно. Для меня это в некотором смысле новая религия. В определенном возрасте возникает вопрос об ответственности. Не за то, что произошло, а за то, что может произойти. Какая мы нахрен элита тогда? Даже такие фантастические раны затягиваются. Все то же самое изобрести в маленькой экономике невозможно точка. Привет, это Forbes Talk, и я Антон Жилнов. Со мной по видеосвязи моя соведущая и коллега Алена Тафанюк, и наш сегодняшний герой Андрей Шаронов, генеральный директор национального ESG Альянса. Андрей, добрый вечер, рада вас видеть. Добрый вечер, Антон. Я хотел вас спросить вначале про Сколково, потому что вас все-таки знают в медиасреде в большей степени как президента бизнес-школы Сколково. В прошлом сейчас вы там остались преподавать, остались профессором. Зависит от возраста людей в медиасреде. А я еще помню тройку к вопросу о возрасте. А Лена помнит еще тройку диалог. Да, иностранные преподаватели из европейских и американских университетов, программа MBA, топ-менеджеры, в том числе иностранных компаний. В общем, кипела жизнь, и может она кипит. У меня вопрос как раз о том, что происходит с Сколково сейчас. После 24 февраля есть ощущение, что все обнулилось, все закончилось, либо как-то существует, но в таком полуинвалидном состоянии. Вот расскажите, что представляет из себя Сколково как бизнес-проект после начала спецоперации, после начала... Ну, сказать, что это никак не повлияло, конечно, будет сильным преувеличением. Но сказать, что жизнь замерла, будет еще более сильным преувеличением. То есть в Сколково продолжаются программы, их количество причем даже увеличивается, и корпоративных, и индивидуальных программ, и особенно онлайновое количество онлайновых программ растет, но это общий тренд. Поэтому с точки зрения повседневной деятельности, количество программ и слушателей, ситуация не изменилась. То есть ситуация не изменилась, и, может быть, даже она растет с неким провалом. Ну, смотрите, Андрей, да, чтобы это не звучало рекламой из Сколково, да, все-таки вопрос критичный про то, что содержание, потому что это замысливалось как обмен опытом, как... Как открытая мировая школа. Как открытая мировая школа, да. Сейчас слово «мировая» применительно к России. Как бы странно говорить даже это слово. Если нет мира, если страна изолирована, то чему учат, какие MBA могут быть там сегодня? Ну, давайте начнем с того, что помимо Сколково есть еще почти 200 бизнес-школ, они тоже учат MBA, без всяких иностранных преподавателей. Конечно, отличием Сколково всегда являлся международный состав профессуры, это была одна из особенностей. И люди платили за это большие деньги, за обучение. Могу сказать, что сейчас коллектив школы работает на том, чтобы было больше иностранных преподавателей. Это иностранные преподаватели из Китая и из Индии, из других стран. Причем там есть и преподаватели, которые одновременно преподают в Европе и в Соединенных Штатах Америки. То есть подтверждая тем самым свой довольно высокий уровень. Конечно, чтобы быть кратким, иностранных преподавателей стало меньше, они не исчезли, география сузилась. Но это не ИРЗАЦ, это школа хорошего уровня с хорошим рейтингом. А что у вас была за история с тем, что ректор сбежал? Я уже не работал в то время в школе, но наш предпоследний ректор был гражданином Канады, и он решил не ассоциировать себя со школой в такой ситуации. И он не сбежал, он прервал трудовые отношения. А, то есть это был политический жест? Он долгое время преподавал в канадской бизнес-школе и решил, что это угрожает сотрудничество с российской школой в такой ситуации, угрожает его перспективам работы в канадской бизнес-школе, и он предпочел канадскую бизнес-школу. А за ним много народу последовало? Нет. У нас было еще несколько иностранных преподавателей, которые по аналогичным причинам прекратили сотрудничество, и мы их понимаем. И вот как раз все это время шло замещение, шел поиск преподавателей, которые работают в приличных зарубежных бизнес-школах, университетах, но могут себе позволить сотрудничать с Россией. Андрей, а чему сегодня учить тому, кто покупает курс образования в Сколково, если страна изолирована, и какие могут быть международные бизнес-проекты, или все теперь с Китаем, с Индией? Какой запрос у тех, кто сегодня покупает? Ровно такой же, может быть, даже более сложный, чем он был раньше, потому что задача сохранить международность не только школы, а страны. Все-таки страна изолирована, но она изолирована не от всего мира. По оценкам, примерно половина ВВП производится в тех странах, которые готовы сотрудничать с Россией. И вопрос в том, как переориентировать внешнеэкономическую деятельность на эти страны. И вы учите, ну, потребность, точнее, кто приходит к вам учиться, она в этом. Как переориентировать их бизнесы на Восток, на Азию? К нам не приходят научиться торговать с Камбоджией, к нам не приходят научиться торговать с Индией, к нам приходят учиться. Но часть запроса, который есть, особенно у корпоративных программ, у них может быть концентрированный запрос. И мы делали программы с Индией или даже с конкретной индустрией, с Болливудом. Вот российская компания, которая занимается, ей было важно не просто обучиться, а в ходе обучения найти партнеров в Индии. И школа помогала. Но в целом учебный процесс, он проходит в школе, и он связан с изучением дисциплин, связанным с менеджментом, финансами, маркетингом, IT, цифровой трансформацией. Очень много касается личностного роста, лидерства, коучинга и так далее. В этом смысле запрос не поменялся. А вот как-то поменялся контингент. Я слышала, что поменялись очень люди. Стало больше региональных элит приходить после начала войны. Эта тенденция началась не в прошлом году, она началась раньше. То есть, когда Сколково открылось, то там было 95% москвичей и 5% приезжих. Когда я работал в школе в последние годы, то это соотношение было уже 50 на 50, и даже уже 40 на 60 в пользу регионов. Это зависит от программы, но география широкая. География широкая. Ну и даже сейчас есть представители из Казахстана и Узбекистана. Вот, пожалуй, две страны, наиболее активно учащиеся в школе. А вы, как преподаватель, какое-то политическое давление на себя чувствуете? Вот у нас вышку разгоняет. У вас там такое есть, что-нибудь похожее в Сколково? Я не чувствую этого, и, может быть, это связано с тем, что все-таки мы работаем в сфере дополнительного образования, а не высшего образования. Это страхует? Это принципиально другая сфера с точки зрения требований государства, с точки зрения лицензии. То есть, если вы получаете лицензию на высшее образование, то вы становитесь объектом существенно большего количества проверок и требований, которые вы обязаны соблюдать. В области дополнительного образования существенно свободнее поле. Вы можете сказать, общаясь со своими коллегами другими, из государственных вузов, с той же вышкой, с тем же УЗАНом наверняка, из МГУ, с экономфака, что цензура, которая сегодня, давление, которое есть в культуре, в политике, есть и в образовательной сфере? Ну, видя то, что происходит, как вычищаются списки преподавателей независимых, свободномыслящих, вы можете сказать, что вы видите эту цензуру, видите это давление государства на образование? Ну, я знаю об этих случаях. Их много? Да. Да, и это, повторяю, это в большей степени связано с школьным и вузовским образованием, в меньшей степени связано с послевузовским образованием, дополнительным профессиональным образованием. Почему, как вам кажется это, и в какое время это стало происходить? Почему образование стало, государство так стало внимательно относиться к образованию, к учебникам истории? Ну, это понятный тренд на попытку формирования новой идеологии или обновленной идеологии. И понятно, что наиболее важные категории с точки зрения внедрения этой идеологии это молодежь, это дети, каналы, это школа, это высшее образование. В этом смысле работа со взрослыми людьми через систему образования затруднена, потому что они уже в значительной степени сформировались, и они находятся в системе дополнительного образования существенно меньшее количество времени, чем дети 10 лет, 11 лет в школе или студенты 5-6 лет в вузе. Поэтому это, в общем, ожидаемая, если хотите, ситуация. А ваше, прошу прощения, но лично тоже интересно, личный опыт. Дети, они учатся в России или... У меня взрослые дети, они уже давно закончились, да. У меня уже скоро внучка пойдет в школу, я надеюсь. Да, они учились в России, в МГУ и в Ишке. Ну, сегодня, если бы вот вас спросили бы, где все-таки лучше учиться, если иметь возможность учиться и на Западе, или в России, чтобы вы посоветовали оставаться и получать образование здесь, несмотря ни на что, либо все-таки уезжать. Как бы вот вы ответили молодому студенту, будущему предпринимателю, если бы он вас спросил об этом? Ну, мне кажется, на этот вопрос абстрактно ответить очень сложно. Вопрос о том, где он хочет учиться, как он видит свои перспективы, сколько у него есть денег и каково у него семейное положение и так далее, и так далее. Вот учиться лучше в хорошем вузе, скажу банальность, да. Это может быть российский вуз, это может быть Стэнфорд, это может быть китайский вуз, где сейчас тоже есть высоко рейтингованные университеты. Все зависит от того, что вы хотите, как вы видите рынок труда, да, вы хотите работать. Мы всегда говорим людям, которые приходят с Колково, например, на программу MBA, если вы видите себя дальше на глобальном рынке, возможно, вам лучше пойти в глобальную школу, в мировую школу, чтобы устанавливать эти связи. Если вы предполагаете продолжать дальше, в крайней мере, какое-то время работать на российском рынке, то с точки зрения социальных связей обучение в российской школе будет гораздо полезнее для вас. Потому что если вы приедете после Бостона в Россию, то те связи, ну, мало что дадут вам для того, чтобы там стартовать или продолжать этот бизнес. Возможно, когда вы здесь встанете на ноги, следующий шаг вашего обучения будет зарубежная школа. Потому что многие ведь приходят в школу не просто за знаниями и навыками, они приходят за средой и за социальными связями, да, социальный капитал приобретают. И в этом смысле очень важно качество этого социального капитала и его география. Вот я когда пришел в школу с Колково и когда узнал, сколько стоят наши программы, подумал, что это серьезный конкурентный недостаток. Мы были почти в три раза дороже, чем средняя цена по России и в два раза следующий по цене бизнес-школы в России. Довольно быстро я поменял свое представление об этом. То есть я понял, что вообще говоря, это конкурентное преимущество, потому что если человек готов выложить такую сумму за образование, то, во-первых, у него есть эти деньги или он нашел их. Во-вторых, он потратил их не на лакшери, он потратил их на свое образование. И в-третьих, он тратит их в России, а не в Европе и в Америке. Значит, он видит себя здесь, по крайней мере, это его стартовая площадка. И это как раз создает условия для формирования очень интересной, такой претенциозной, в хорошем смысле этого слова, среды в бизнес-школе с Колковой. Многие даже на отборе заявляют, что нам интересны не столько программы, сколько татусовка правильная, которая здесь возникает. Как выглядит финансовая сторона жизни предпринимателя? Множество платежек, переводов, куча бумажной работы. А разве можно иначе? Да, можно. Со Сбербизнесом вы можете выстроить процессы более эффективно. Бизнес-карта – простой и удобный инструмент для ведения дел. Ей можно платить везде, где принимают банковские карты. В интернет-магазинах, супермаркетах, сервисах такси, ресторанах и так далее. Мгновенно и в любое время суток переводить деньги на карты любых российских банков и моментально оплачивать покупки без комиссии и платежных поручений. К одному расчетному счету можно привязать неограниченное количество карт. Поэтому их используют как индивидуальные предприниматели, так и большие организации для себя и сотрудников. Для контроля расходов по каждой бизнес-карте устанавливается свой лимит. Менять лимиты и следить за расходами по картам удобно в интернет-банке и в приложении Сбербизнес. Кстати, с бизнес-картой можно забыть о бюрократии в командировках. Вместо того, чтобы получать деньги под отчет в бухгалтерии, а затем возвращать непотраченный остаток, расходы можно оплачивать бизнес-картой. И еще. Для держателей бизнес-карт Сбера действует постоянная программа бизнес-кэшбэк. А если оформить дебетовую бизнес-карту до 30 сентября, вы будете получать повышенный кэшбэк 10% за покупки до конца 2023 года. Оформите карту с повышенным кэшбэком по ссылке в описании. Я вас хотел спросить про Москву, поскольку вы работали в правительстве Москвы, занимались инновациями, креативной средой, предпринимательством, ну, в общем, развитием города. И все это происходило довольно интенсивно, когда вы там были. Какое у вас сейчас ощущение, поскольку вы в Москве большую часть времени проводите от города, после 24 февраля, поменялась ли для вас Москва, поменялась ли для вас среда? Как вообще вот вы не просто как экономически, а как личностно оцениваете, да, город, настроение, сами себя здесь ощущаете сегодня? Вообще, я считаю Москву одним из самых благоустроенных городов мира, уникальных. И это не жест уважения, не реферанс. Это, в общем, ну, насколько это может быть профессиональное суждение. Потому что я продолжаю следить за рейтингами. Я как-то, когда работал в Москве, много ездил и смотрел, и сравнивал. И я понимаю сильные-сильные стороны города. И в этом смысле они никуда не делись. Конечно, есть большой удар. Опять же, он касается страны, а не города. Это потеря большого количества инвесторов, которые работали в России, которые знали эту страну. Предполагаю, что они не очень рады этой ситуации, но все играют в игры. И мы, и они в определенной, которые не позволяют им продолжать присутствовать здесь, по крайней мере, какое-то время. Конечно, это касается и Москвы тоже. С другой стороны, думаю, что инерционно, но происходит процесс замещения. Святое место пусто не бывает. И это могут быть и будут какие-то новые инвесторы. Азиатские прежде всего. Китай, Турция, Индия, Арабский мир. Но что-то их пока не видно. Да, их пока не видно. В общем, они раздумывают, в том числе с точки зрения рисков, которые у них появляются в связи с продолжением сотрудничества с европейскими и американскими партнерами. Но думаю, что мы находимся вот в таком транзитном процессе, когда должны появиться какие-то новые иностранные инвесторы тоже с какими-то аппетитами. Посмотрим. А если они не появятся, пока они не появились, как вы считаете, Москва может сохранить то, о чем вы говорите, прогрессивный город? Да, это все говорят, особенно после чемпионата мира по футболу. Все иностранцы отзывались и отзываются до сих пор по инерции о Москве, как о чуть ли не столице мира. Но вот в том статусе, в котором сейчас Москва, она может сохранять эти позиции долго? Или это будет через какое-то количество лет застой? Если вы говорите о качестве жизни, то я думаю, что о Москве хватит ресурсов поддерживать качество жизни. Если вы говорите о Москве как о центре мира, то, конечно, нет. Та ситуация, Москва вообще долгое время входила в двадцатку городов экономических центров. Вот с точки зрения... Даже хотели международный финансовый центр здесь создавать как-то. Да, ну и в общем, в некотором смысле преуспели в этой ситуации. Москва появилась в рейтингах, начала там продвижение, и мы видели большое количество денежных средств, которые через Москву проходили. То, что касается международной стороны, конечно, она пострадала. Конечно, она пострадала, и Москва всегда традиционно, ну, по крайней мере, наверное, после международного фестиваля молодежи и студентов становилась таким открытым международным городом. Вот этот тренд не исчез, опять же, за счет географии, которая осталась открытой для мира. Но его развитие сузилось, разнообразие уменьшилось. Вот, и, ну, Москва осваивается, наверное, вот в этой необычной для себя ситуации. Аузан сказал то, что люди и деньги продолжают покидать страну, это признак, про который стоит говорить. Я думаю, что такого ущерба страна не получала никогда. Мы не там ищем, где происходят главные потери. Мы деньги пытаемся посчитать, а считать надо шансы на лучшее будущее. Человеческий капитал — это самый трудновоспроизводимый фактор. Согласны ли вы с этим, что отток людей, отток мозгов, который довольно многочисленный, там по разным оценкам около миллиона человек эта цифра, это катастрофа. И это то, что будет сложнее всего восполнять, в том числе в Москве или в других крупных городах России. Ну, я не люблю таких слов, сильных катастрофы. Есть люди, которые уронят что-то на ногу и говорят, вот, катастрофа. Это серьезная проблема, и тот же Аузан говорил, что, наверное, Россия впервые сталкивается с такими потерями в мирное время. Это действительно серьезная проблема, и она обостряется тем, что это не случайно выборка миллиона человек. Ну, или я не знаю статистику, поэтому не хочу называть эту цифру. Это очень специальная выборка, да, то есть это люди, которые могут себе позволить уехать, это люди, которые предполагают, что они найдут себя на других рынках. В общем, это действительно дорогие с точки зрения потенциальной ценности, потенциального вэлио, которые они на любом рынке труда могут создать. Это дорогие люди, в которых много средств вложено, и которые могли бы здесь многое создать. Поэтому, конечно же, мне кажется, что Россия, правительство, прежде всего, должны думать о создании стимулов, как этих людей не потерять. Вот вообще, да я давно помню эту дискуссию по поводу того, как удерживать людей. Она начинается вот из маленьких городов и заканчивается Москвой, как последней остановкой перед отъездом в Нью-Йорк, в Лондон или в Париж. И все люди на муниципальном и на государственном уровне говорят о том, вот как удержать. Мне кажется, что здесь есть немножко такой устаревший подход. Если это человек, скажем, образно, высокого полета, то его не нужно удерживать, потому что мы подрезаем ему крылья, и он не сможет реализоваться в той мере, в которой он бы реализовался. То есть это будет мировая звезда. Вопрос в том, как сделать так, чтобы он регулярно возвращался. Что для этого нужно сделать, чтобы ему было здесь интересно и с точки зрения профессионального развития, и с точки зрения уважения, которое бы он к себе чувствовал, что он приезжает в Москву или в свой родной город, что еще лучше и важнее. Вот мне кажется, так надо ставить вопрос. Но этого же ничего не происходит. Ну почему? Мне кажется, что... Законы, которые принимаются, вряд ли они будут соблазнительны для человека, чтобы он вернулся. Согласен. Да, мне кажется, вот давнишняя наша проблема, что у нас центр миграционной политики находится в силовых, а не в экономических структурах. То есть мы смотрим на миграционную политику с точки зрения источника беспорядков и каких-то правонарушений. Вот правильнее смотреть на миграционную политику с точки зрения рынка труда. И особенно в ситуации, когда нам по всем статьям не хватает рабочих рук. Я с вами бы не согласился, потому что опыт Большого Сколкова, фонда Сколкова показывает, что вполне себе успешные ученые, которые уже в мире сделали имя, они приезжали в Сколково под лабораторию, под персональное приглашение. И они готовы... После 24 февраля? Нет. Послушайте, это все поменялось. Вот такое ощущение, что мы с вами сейчас переместились на два года назад. И сидим, и рассуждаем про то, как нам людей тут удержать, что они приезжали в Москву. Послушайте, мы совсем в другом мире уже живем. У нас законы принимаются об изъятии закранпаспортов. Как вы думаете, как можно возвращать людей при тех законах, которые принимаются? Ну, при этих законах никак. При этих законах никак, как в анекдоте. Теперь в твердом переплете. Никак. Ну, вот мне кажется, что люди, которые принимают решения, они же всегда находятся под давлением разных группировок, да, как говорят в определенных кругах. Вот одна смотрит на ситуацию с точки зрения угроз и патриотизма, а другая с точки зрения экономических возможностей и носителей этих возможностей. Вот когда станет понятно, что защита от угроз привела к тому, что некому создавать value экономическое, да, тогда вот пирамида качнется в другую сторону. Потому что такие вещи, они сильно идеологизированы, и пока это не почувствуешь на желудке, да, что нечего есть, трудно поменять точку зрения. Но это не скоро будет, потому что пока еще сейчас будут работать оборонные заводы, обеспечивать какую-то... Ну, наверное. В алюминии экономику. Наверное. Севдо. Наверное, да. Ну, есть люди, которые могут прогнозировать, да, если тренд идет вот такой, то можно спрогнозировать, как будут развиваться ситуации с доступом к носителям критических технологий или критических профессий и так далее. Ну, вот вы как человек, который тоже занимается как аузан, производством человеческого капитала, к большому счету. Вы же фабрика по выпуску предпринимателей, ну, так, если упростить. Как-то поменялось качество человеческого капитала за последние два года? Вы видите какие-то изменения? Наверное, появились люди, которые быстро выросли. Вот, да, всегда есть хорошая новость и плохая новость, да. Вот про плохую новость мы поговорили. Хорошая новость состоит в том, что в некоторых или во многих сегментах расчистилась поляна, уменьшилось количество игроков, которым воспользовались другие игроки, маленькие, которых мы не видели и которые всплыли. Вот мы видим приход таких людей тоже в образование, в школу, но это, наверное, можно расценивать как положительный фактор, то, что они появились и то, что они начали тянуться к образованию. Вопрос в том, насколько они адекватны для закрытия этой ниши – это вопрос времени, наверное. Сработал социальный лифт, можно так сказать, в принудительном порядке. Ну да, но не в принудительном, их никто шилом не подталкивал, они увидели эти ниши. Ну, ушел слой людей какой-то. Да, да, да. Конечно, можно говорить о том, что ушел наиболее компетентный слой, да, ну вот у этих сейчас есть шанс занять эту нишу. Вот важно, чтобы это не привело к монополизации, когда несколько игроков уходит и их место занимает один игрок, который ничего не делает, кроме увеличения цены. Это плохая история, мы это уже проходили, да. Важно, чтобы таких игроков было несколько. То есть я хочу сказать, что такие люди появляются, такие люди появляются, и вот наша система, скажу, может быть, и система образования, она продолжает порождать таких игроков на разном уровне. Что, наверное, хорошая новость. Когда вы работали в Министерстве экономического развития, вы говорили, что у вас было ощущение, что влияешь на формирование институтов. А сейчас остались в России какие-то институты? Осталось ли у вас ощущение, что вы влияете на что-то? Да, у меня было ощущение, действительно, в начале 2000-х годов шло активное формирование институтов. Институтов, связанных с развитием. Тогда появились особые экономические зоны, тогда появился кодекс корпоративного управления, формировался фондовый рынок с точки зрения защиты прав инвесторов и требований к качеству корпоративного управления. Этот процесс достиг определенных результатов, мне кажется, положительных. За счет некоторых из них мы до сих пор и живем. Это правда. Что касается сейчас, ну, наверное, эти институты существуют всегда, просто сейчас они модернизируются в более директивные, а в каких-то случаях более репрессивные институты, поскольку мы живем в такой мобилизационной ситуации. Если говорить про институты, очевидно, что, как был главный институт для бизнеса, который дает некие гарантии, это судебная система, основной институт, без которого ничего невозможно сделать, это база, этот вопрос остро стоял и в начале 2000-х, и остро строит до сих пор. Предпринимательские дела, политические дела, которые применяют в отношении предпринимателей, сейчас это, понятно, еще больше ужесточается, тогда вопрос, если базовый институт в виде суда никакого реформирования с ним не произошло за эти годы, то о каких институтах еще можно рассуждать и говорить, как вы считаете? Потому что это базовая ценность, если говорить с точки зрения бизнеса, без которой сложно, наверное, верить в страну и инвестировать сюда. Мне кажется, в некотором смысле вопрос риторический. Есть некоторые изменения, есть, вот буквально, насколько я знаю, в прессе прошло недели-две назад опять поручение президента о том, чтобы исключить некоторые формы преследования предпринимателей, заключение их под стражу в случае совершения ненасильственных преступлений, какой-то тяжести на стадии следствия и так далее. Но я с вами согласен, что радикальная ситуация так и не поменялась. И, конечно, это остается инструментом, я буду говорить, как экономист, недобросовестной конкуренции. То есть кто-то пользуется этими возможностями под эгирой государства с тем, чтобы играть на руку одним игрокам за счет других игроков в рыночных компаниях. Да, это правда. У нас тут один экономист говорил, что есть большие вопросы, продолжая речь про либеральные институты в том числе, есть большие вопросы к либеральным экономикам. В общем, кажется, что в последнее время начали лучше расти экономики менее, скажем так, либеральные. Китай, Индия, Арабские Эмираты. Вы следите за этим процессом? У вас есть какая-то мысль на этот счет? Мне помнится одна большая книга, где авторы сравнивали результаты либеральных и нелиберальных экономик за довольно большой исторический период. Если мне не изменяет память, то речь шла о том, что всего, по-моему, две страны, одна из которых Сингапур, показали более высокую эффективность на довольно продолжительном горизонте развития при директивной экономике, чем либеральной экономике. То есть авторы делали вывод о том, что либеральные экономики в долгосрочной перспективе дают более устойчивые и высокие результаты с точки зрения экономического роста и качества жизни. Ну вот, что касается феномена Китая, в Китае очень большая роль директивности, с другой стороны, в Китае высокий уровень предпринимательской активности. В Китае здесь уже можно посмотреть на культурологические особенности, о чем писал такой известный авторка Хофстеда, влияние культуры на экономику. В Китае люди существенно в большей степени ориентированы на долгосрочные результаты, с чем, например, у нас в России очень плохо. Мы привыкли сегодня и все. В Китае готовы работать дольше. Вот эти факторы, я имею в виду большой уровень частного предпринимательства в Китае, большой объем частного предпринимательства в Китае, предпринимательская культура многовековая и готовность работать в долгую, наверное, это такой контраргумент, ну или дополнительный аргумент, который нужно учитывать, оценивая результативность Китая. То есть это не только продукт директивной экономики и очень умных экономистов ЦК Компартии Китая, это еще и часть национальной культуры. Скажите, а вы верите в то, что с Китаем или с Индией, или со странами Саудовской Аравии у нас получится? Потому что, ну, я вам привозил пример в дискуссию, которая была в одном московском закрытом клубе экономическую, где экономисты либерального подхода, либерального толка говорили, что с этим ничего не получится, что наши партнеры, как были в Запад, Европа и США, так они и... Сейчас их нет, но тех тоже новых не появится. Какое у вас здесь понимание? Вы верите в то, что действительно возникнет много инвесторов из вот этих экономик, о которых спрашивала Лена? Здесь две разные темы. Первая — это торговля, а вторая — это инвестиции. С инвестициями сложнее, с торговлей чуть проще. То есть чуть проще, не просто, а чуть проще. Конечно, я далек от мысли, что Китай нам поможет, или Индия нам поможет. Они будут делать то, что выгодно им. И они видят сейчас, что в России высвободилось огромное количество товаров экспортных, которые не могут идти по прежним маршрутам. И, конечно, они смотрят на это с точки зрения своих интересов. И они готовы торговать с Россией на более выгодных условиях для себя. То есть в данном случае мы зависимы от них. Нам некуда девать этот товар, и мы готовы с дисконтом отдавать этот товар им, по крайней мере, в течение какого-то времени. Что касается мировой торговли, то я уже говорил, что примерно половина валового внутреннего продукта мирового производится в тех странах, то есть это оценка объема экономики, которые готовы сотрудничать с Россией. Это огромный рынок. Другое дело, что мы не знаем этого рынка. У нас там нет партнеров, у нас нет логистики туда. Но это не означает, что мы так никого и не узнаем, и не найдем там партнеров, и не довезем туда этот товар. Наверное, это можно будет сделать с существенно или заметно большими издержками, по крайней мере, в начале. Например, конкретно с параллельным импортом. Тема известная сейчас, что в условиях санкций большая часть наших компаний, причем частных, нашла способы получать значительную долю товаров через параллельный импорт. Поставщик запретил, нашли обходные пути, эти товары приходят. И, насколько я знаю, довольно быстро произошел процесс снижения цен этих товаров. То есть сначала цена скакнула, потому что выросла логистика, потом появились альтернативы, которые привели к тому, что эта цена снизилась. Я к тому, что экономика это такая живучая штука, которая замещает. Хвост отрезали, вырастает новый хвост, отрубили здесь связи, они прорастают в другом направлении. Да, первоначально с существенно большими издержками, с существенно меньшей эффективности, но в некотором смысле это вопрос времени. Я боюсь загадывать по поводу возможности восстановления отношений с традиционными европейскими партнерами. Это вопрос абсолютно не экономический, а политический, потому что экономические интересы, конечно, в Европе остались. Но политическая воля затыкает эти интересы в отношении России. А это произойдет, как вы считаете, возобновление? В какой-то перспективе? Рано или поздно произойдет. Какой вы даете срок? Ну, плюс, минус. Я работал с Гайдаром, который сказал, что я не опущусь до такого низкого занятия, как прогнозирование будущего. Вот я тоже не хочу опускаться. Вот один человек привел мне пример, такой, который меня поразил. Он говорит, вот если бы кому-то в 42-43 году сказали, что в Берлине будет много еврейских туристов из Израиля, но это выглядело бы как просто кощунством, бредом и так далее. Даже такие фантастические раны затягиваются. Но прошло очень много времени все-таки с 42-го года, когда в Берлине появились еврейские туристы. Да, прошло много времени, поэтому я и не берусь прогнозировать сроки. Ну, наверное, прошло лет 30. Вот, я хотел сказать, 30. 25-30 лет, но, кстати, дипломатические отношения были возобновлены гораздо раньше. Я не хочу никаких здесь точных параллелей проводить, я хочу сказать, что вот эти связи рано или поздно восстанавливаются. Но мы сейчас с вами говорим о том, что делать в моменте, и в моменте это, конечно, всячески искать партнеров в той части мира, которая доступна. Андрей, хочу спросить про, как вы считаете, самый болезненный эффект от западных санкций? Какой будет и через какое время в России? Ну, разные люди считают по-разному, например, с кем я общался, из банковской сферы люди считают, что это технологическое отставание, которое будет заметно не сразу, а лет через пять. Это приложение, это софт, который будет устаревать и заменить его на российский будет не так просто. Кто-то считает, это образование, гуманитарная сфера. Как вы думаете? Я думаю, что все сферы будут подвергнуты кризису. Вопрос в том, где мы собственными усилиями можем уменьшить вот этот негативный эффект, а где мы сильно ограничены. Вообще, это такая тема, требующая экспертизы, профессиональной, поэтому надо осторожно об этом очень говорить таким неподготовленным людям, как я. Я предположу, что, конечно же, я вижу главные риски это отключение от высоких технологий, то есть запрет доступа высоких технологий. Дело в том, что процесс создания инноваций, он трудно управляем. И сказать инновации стой раз-два, начинайся раз-два довольно сложно. Они появляются все-таки на основе вероятностного принципа. Очень часто не там, где ты ждешь и не там, где были проинвестированы основные деньги. То есть здесь вот такой евристический момент присутствует. И когда твое пространство сжимается, то по теории вероятности количество таких событий будет существенно меньше. Они будут происходить где-то. То есть все то же самое изобрести в маленькой экономике невозможно точка. И это существенный риск. Но опять же, если говорить о том, что есть параллельный импорт, есть часть мира, с которой можно торговать, то эти ручейки совсем не пересохнут. А доступ к высоким технологиям вы что имели в виду? То есть как это обычный человек на себе почувствует? Вообще, эксперты, которых я слышал, они называют такие две критические области, которые важны и в которых мы можем почувствовать недостатки, дефицит довольно быстро и довольно остро. это радиоэлектроника, микроэлектроника. Это микросхемы. У нас нет их исторически. И второе, это станкостроение, что является основой для производства других средств производства, как учил социализм. Вот это серьезно. был эксперт, с которым я разговаривал, который сказал интересную такую гипотезу, для меня это не более чем гипотеза, мне не хватает компетенции судить об этом. Он сказал, да, наши микросхемы будут больше и медленней, но наш софт может частично это компенсировать. Наша математика, которая у нас очень хороша, наше программное обеспечение может компенсировать недостаток быстродействия нашей микроэлектроники. Ну, мне кажется, что, опять же, я не могу судить, насколько это справедливо и достижимо, но как гипотеза, что мы можем компенсировать наши слабости какими-то сильными моментами. Вот, я только что вернулся сейчас с конференции Банка России, которая была посвящена десятилетию создания мегарегулятора, когда Банк России сосредоточил в своих руках управление и фондовым рынком, и банковской системой. И, в общем, справедливо люди говорят, что Россия по финансовым технологиям входит в тройку мировых лидеров, в тройку, далеко опережая американские, европейские банки и так далее. И это правда, и здесь есть возможности не снижать эти темпы. И это реальное достижение, которое которое у нас есть, которое мы заработали, которое может влиять и на качество жизни, и на его поддержание. То есть, у нас есть определенные козыри, и, конечно, надо включать мозги, как этим воспользоваться и добиваться того, чтобы люди, которые эти козыри создают и обслуживают, продолжали работать в России или хотя бы с Россией. Вы не хотите, конечно, будущее предсказывать, но я вас все-таки спрошу, у вас есть какой-нибудь прогноз вообще на российскую экономику, инфляцию, доходы? Знаете, такие процессы, процессы очень нелинейные, да, вот все-таки человеческий мозг устроен таким образом, что чаще всего он занимается экстраполяцией, да, вот он смотрит то, что было месяц назад и говорит, ну, значит, через месяц будет, вот вам формула. Вот недавно прочитал фразу по поводу влияния малых изменений, что пилот, который вылетает из аэропорта в Нью-Йорке, всего, по-моему, там на 7-8 градусов изменив курс в ту или в другую сторону, может, либо в Европу, либо в Африку попасть, да, вот 7-8, казалось бы, такая небольшая погрешность, а результат радикально меняется, поэтому, возможно, существуют какие-то процессы уже сейчас, которых мы еще не чувствуем, которые качественно изменят эти трансляции, в чем как в ту, так и в другую сторону, да, я могу, если вы хотите фантазий, их есть у меня, страшно холодная зима в Европе может привести к тому, что российские энергоносители вновь будут очень-очень сильно востребованы, вот. Вы допускаете, что они отыграют? Запад, я имею в виду. Я допускаю, мы же про фантазии говорим, это невероятный сценарий, это невероятный сценарий, да, это невероятный сценарий, но невероятности случаются, да. Я сейчас наблюдаю ситуацию, что Европа, которая со всех сил боролась с российским экспортом, вдруг, неожиданно для себя, с огромным сожалению, констатировала, что экспорт удобрений российских увеличился, по-моему, в четыре раза в Европу, да. То есть, вот они выстроили такую ситуацию, чтобы максимально это подавить, но не увидели противоречия в этой системе, которые привели к тому, что они свои заводы закрывают, потому что очень дорогой газ, а покупают российское сырье, и быстро поменять это не могут. Ну, это совсем не та ситуация, к которой они стремились. То есть, вы не считаете, я понимаю, что вам апокалиптичное мышление не свойственно, и вы человек сдержанный, трезво рассуждающий, но у вас было ощущение, может быть, эмоциональное, такого вагона, который летит в пропасть, а мы все стоим в тамбуре этого вагона, или нет, или вот ваши рассуждения помогают вам в том числе на что-то надеяться, на что-то рассчитывать, и что все будет в итоге как-то сглаживаться? Ну, если говорить о моих субъективных ощущениях, у меня нет ощущения, что я стою в тамбуре вагона, который летит в пропасть. У меня есть ощущение, что я стою в тамбуре вагона, который ездит вдоль пропасти, да, вот то приближаясь к ней, то отдаляясь от нее. Вот я рассчитываю, люди вообще с нормальной психикой рассчитывают чаще на оптимистический сценарий, не на пессимистический, да. Я смотрю на состояние государственных финансов, я смотрю на состояние там там в компаниях финансового результата, в компаниях. Я смотрю на состояние критических запасов, связанных с продовольствием, да, то есть речь может идти о ухудшении качества жизни, но там не о голоде или еще о чем-то. Мы очень далеки от этой ситуации, слава богу. И поэтому я говорю, что мы едем не к пропасти, мы едем близко к краю и в общем пока держимся. Вот про пока держимся вы с 22 года генеральный директор национального ИСЖ-Альянса, ну устойчивое развитие. Альянса по вопросам устойчивого развития, так он называется. экология, устойчивое развитие. У вас нет ощущения прямо сформулирую вопрос. Неуместности этой повестки сейчас? Не своевременности. Вот смотрите, какие мы видим новости. Самолет Пригожина грохнули или заложили взрывчатку. Горят нефтебазы постоянно. В общем, все полыхает в прямом смысле. Полный хаос. Пессимистам весело, потому что они говорят, мы просто наблюдаем за концом света в прямом эфире и просто весело даже. А у вас устойчивое развитие. Как вы это все жените? Вы меня немножко удивляете, честно говоря. Ведь при всей тяжести ситуации, которая сейчас происходит, я имею в виду в России прежде всего, на мой взгляд, это все равно тактика. это тяжелое, может быть, ужасное, но это тактика. А глобальное изменение климата это стратегия. Если мы не планируем все умереть завтра или через год, я, по крайней мере, не планирую. Что не факт. Это не факт, конечно, но я имею в виду, как человечество, ну или как население страны, мы пока этого не предполагаем. И в этом смысле, да, у нас есть острейшая проблема, о которой мы с вами так долго говорим, и, в общем, довольно безрезультатно. У нас есть стратегия, да, вот стратегия говорит о том, что климат меняется, опять же, климат меняется нелинейно, и потери от этого изменения климата могут быть чрезвычайно высокими, особенно по сравнению со средствами, которые могут не предотвратить, да, сейчас об этом уже речь не идет, а смягчить изменения этого климата и начать адаптироваться, да, то есть тема адаптации все более и более важной становится по сравнению с темой митигации. Митигировать не смогли, давайте адаптироваться, жить вот в климате, где не растет виноград, условно говоря. и многие многие это понимают. Они смотрят на это как на более долговременный, глобальный и более тяжелый по последствиям процесс, чем на те события, которые происходят сейчас. Вот мне важно, вы согласны с этим или нет? Или вы живете в модели, что сейчас все пропало и думаете о том, что будет завтра? Нет, я согласен, если мое мнение кому-то интересно, но вы спросили, я согласен, но я не согласен с тем, что вы назвали происходящее здесь, мы имеем в виду эту военную операцию, тактикой. Мне кажется, что это такие тектонические сдвиги, которые произошли, что то, что мы наблюдаем, это не тактика. Вот мне как раз интересно вам задать вопрос, почему вы называете происходящая тактика? Вы считаете, что все образуется, это вот как плохой сон, но еще несколько лет потерпеть? Я не знаю, как все это будет, называя вещи тактикой и стратегией, я имел в виду просто продолжительность этих событий. По сравнению с перспективами изменения климата, это закончится довольно скоро, то есть климат будет меняться гораздо дольше и гораздо, гораздо более, гораздо более жестко. Вот, и вот этот фактор сейчас, особенно в условиях в России военно-политического кризиса, в мире экономической рецессии, там, надвигающейся, многие откладывают эту повестку на потом. Но вот ситуация очень сильно меняется, и есть пессимистические прогнозы, что этот эффект может быть таким взрывным, то есть когда нарушаются цепочки, этот процесс самоускоряется. и в этом смысле это более чем актуальная повестка. А кто вам предложил эту тему, или вы сами вот как-то, потому что я когда об этом узнал, ну не сейчас, естественно, какое-то время назад, я удивился, потому что ну вот я не представлял, что вот Андрей Шаронов, которого я тут знаю, за которым слежу, интервью, которого смотрю, займется темой. Вам ее предложил кто-то? Да, мне предложили эту тему. То есть вам она не приснилась? Нет, она не приснилась, мне предложили, но это был осознанный выбор, и вообще я с большим энтузиазмом отреагировал на это предложение, потому что, честно говоря, я к тому моменту уже восемь с половиной лет работал в Сколково, и в общем искал какой-то новый вызов, что-то новое, интересное. Я уже был знаком с этой темой, в Сколково она появилась в 2015-м году стали заниматься темой устойчивого развития. Я в общем следил за этими процессами, за развитием ситуации в мире, за законодательством, в том числе национальным в России. И, если хотите, для меня это в некотором смысле новая религия, которая базируется на определенных постулатах, которая имеет определенные риски и выстраивать новую систему отношений в этих координатах, это задача этой религии, этого процесса. Герман Греф предложил мне, Сбер был одним из инициаторов, одним из 28 инициаторов этого альянса, чтобы он, чтобы альянс продвигал эту тему в страну и в мир. Невозможно заниматься этой темой на уровне одной компании, если общественное сознание в городе, в регионе, в стране не ценит это, не видит в этом ценности. Да, вот мне нравится. Оно не ценит, сейчас не до этого. Да, 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 оно не ценит. И что? Не может быть хорошего оркестра в городе, где они слушают музыку. Потому что это не вопрос компетенции музыкантов. У них могут быть высочайшие компетенции, на них нет спроса. Также здесь не может быть отдельной компании, которая следит за всеми параметрами своей повестки устойчивого развития, если для людей углеродный след, отходы, вторичное использование отходов, неравенство в оплате труда между мужчинами и женщинами большое, не имеет никакого значения. Вот одна из задач Альянса продвигать эту идею, сотрудничать с регуляторами, потому что мы немножко отстаем в национальном законодательстве от тех бенчмарков, которые есть в мире. Ну и многие компании, которые этим занимаются, они делают это совершенно корыстно, в хорошем смысле этого слова. Они продолжают, кстати, Антон, видеть себя частью мировой экономики, и они понимают, что они не выживут там, если они наплюют на эти стандарты. Было ощущение у некоторых компаний, что поскольку мы теперь не работаем с Европой и с Америкой, то нам наплевать на эти стандарты. И довольно быстро пришло понимание, что если мы поставляем нашу продукцию в Китай, а Китай поставляет свою продукцию в Европу, то значительная часть нашей продукции подлежит контролю с точки зрения углеродного следа, потому что она входит в конечную продукцию, которая приходит в европейский рынок. То есть мы думали, что мы закрылись от европейского СИБА, трансграничного углеродного регулирования, а он придет к нам чем если бы мы напрямую это делали, потому что Китай за нас платить не будет. Китай потребует от нас оплатить вот эту дельту, которая по формулам СИБА появится. Мы считаем, что это вопрос времени, после которого пирамида перевернется, когда поймут компании. Прежде всего, я думаю, что здесь в отличие скажем от Европы драйверами будут компании и правительства, а не общественные организации и активисты. Разные общества, разная культура и так далее. Помните, Пушкин сказал, что у нас главным европейцем в стране является правительство. Вот мы до сих пор живем по заветам Пушкина. Правительство в значительной степени продвигает эту повестку и опережает и инвесторов, и домохозяйства в своем поведении. При том, что нам кажется, что правительство недостаточно быстро занимается и активно занимается эта повестка, тем не менее, могу сказать, что в 19-21 году практически все основное национальное законодательство было принято. Если до этого большое количество людей говорило, а что это мы занимаемся иностранной повесткой, а она нам вообще нужна, а она не дружественная, сейчас мы занимаемся нашей повесткой. Это российская повестка, подкрепленная законодательством, под законными актами, и за этим стоит логика. Кстати, скажу вам еще одну важную вещь. Практически любое действие по повышению эффективности производства, если речь идет о индустрии какой-то, оно приводит к снижению углеродного следа. То есть, и наоборот, если вы занимаетесь снижением углеродного следа, то, как правило, вы повышаете свою эффективность. И это тоже важный момент, особенно сейчас для нас. У нас не хватает технологий собственных, они недостаточно развиты. Если мы это делаем, то мы убиваем двух зайцев. Мы повышаем эффективность, не даем себе отстать, и мы снижаем углеродный след, что тоже для нас важно, потому что мы этим дышим. Вылетесь во Владивосток на экономический форум. Не боитесь ли вы санкций? Я под санкциями британскими с сентября месяца. Но не ЕС, не Канада и не Америка все-таки. Не ЕС, не Канада. Это как-то изменило вашу жизнь? Тоже интересно. Ну, я не могу приезжать в Великобританию, я не могу пользоваться услугами, и если бы у меня были деньги в Великобритании, они были бы заморожены. Это изменило, потому что, в общем, иностранцы стали косо на меня смотреть. Мне просто интересно сказать основание этих санкций. Основание санкций, что я 7 месяцев проработал в Сбербанке, по плательщикам в стране и дает деньги на... У вас не было после того, как эти санкции были введены, у вас не было ощущения уехать все-таки, пусть не в Британию, но в ЕС, пока вы это можете сделать, все-таки эмигрировать, потому что вы же понимаете, что это давление на вас может нарастать. Или вы настолько чувствуете себя здесь уверенно и хорошо, что не рассматриваете вариант переезда? Ну, мне кажется, что в определенном возрасте возникает вопрос об ответственности. вот там за ситуацию, поэтому просто все бросить и сказать, горя ему синим пламенем, наверное, это было бы неправильно. А вы чувствуете свою личную ответственность за происходящее? не за то, что произошло, а за то, что может произойти. То есть, мне кажется, что то, что я делаю, это помогает людям, которые живут в стране. Примерно год назад я проводил дискуссию с выпускниками школы. мы собрались и так провокационно назвали дискуссию «Уехать нельзя остаться без запятой, как казнить нельзя помиловать». Там много было инсайтов, это не публичное мероприятие. Что мне очень понравилось, главный мотив значительной части людей состоял в том, что вот мы все время считали себя элитой, мы учились в элитной школе, наверное, мы должны отвечать за то, что происходит. И если мы все уезжаем, то кто здесь будет принимать решение, кто будет участником участников процесса и какая мы нахрен элита тогда, если мы вот отсюда уедем. Вот это мне кажется очень такой важный мотив. Да, многие из них перестраховались, создали иностранные компании, насколько это было возможно, не закрывая российские компании. Но вот этот подход, что люди чувствуют ответственность за страну, даже если они не согласны с какими-то решениями, с политикой. вот я вспомнил фразу Марка Твена, когда Марка Твена спросили, кто такой патриот, он сказал, патриот это тот, который всегда поддерживает свою страну, а правительство только тогда, когда оно этого заслуживает. Мне кажется, это такая ситуация, что мы должны разделять эти вещи. А вот условно, если вас спросят, чем вы будете помогать стране, вот там режиссера спросят, Сокуров ответит, который тоже здесь, или Муратов ответит, который тоже здесь, режиссер скажет, кино снимать здоровое, не пропагандистское, нуждается, есть зритель. Вот вы на вопрос, чем вы будете помогать, как бы прямо ответили? Вы мне уже подсказали ответ в самом начале, что я занимаюсь подготовкой человеческого капитала. это нужно при любой погоде, при любой ситуации, и даже при езде по краю обрыва. Спасибо вам огромное. Спасибо. Спасибо. Спасибо.